Так, давай. Вот они мои голуби, как сидят, а? Ну, не бойтесь, не бойтесь, пускай успокоится. Они мой голос слышат, я буду разговаривать. Минутку, подожди маленечко. Ой, хорошо как. Отдохну хоть маленько. Ну, представь, в мешке нес. Не в ящике, ничего. В мешок свалил? В чем он должен думать-то? Вот. Вот. Ну, что ты дерешься-то? Ну, не по-христиански совсем. Давай, не задавайся. Давай, ой, как хорошо. Ешь давай, ешь. Вот это, будьте просто как голоду. Ну, ладно, ладно тебе, драться-то. Я сказал, не надо. Главное, Миша мне его заложил и привезли Потеряевку туда. А привезли неаккуратно, несколько штук мертвые завалили. Я его выпустил, он куда-то вылетел, нету. Ну, вылетел, его нету. А у него, вот, видишь, какой маленький, черненький, два пятнышка. Я залез на голубятни, а это 9 метров высоты. Ну, нигде нету. В окошко смотрю, Люба идет. Минаю, а впереди голубь белый летит, как у меня две голубятни, все закрытые. Потому что я приручал, там, ястреб под одну голубку задрал. Я выскочил, нигде никого нет. Я залез опять на голубятню, встал и стою, кричу, гуля, гуля, гуля. Вдруг откуда-то сверху летит, и прямо ко мне подлетел и сел, он ручной. Ну, я вот тогда сразу отделил, и в ящики подвесил, там, ночь подвесил, и сюда обратно привез. Он по деревьке был. Вон какой. А второй, вот, вот, коричневый двухчубый. Они все очень породистые. Сейчас мы выйдем на улицу, я покажу, как они крутятся. Ох, они, Турман, вот так свечой кверху идет, подворачивает только. Ну, давай, ешь, ешь, ешь. Вот такие у нас дела. Ну, давайте, дальше, считай. Да мы уже два срока отсидели. Все уже. Два срока отсидели. Да мы сейчас ищем, где написано, вы куплены дорогою ценой. Симфоний нету, и мы что-то расстрелялись. Ну, вы, Инать Тихонович, скажите вопрос. Если мы не делали травами человеков. Ответ. Ну, мне надо искать. Но смысл в следующем. Антонина сказала, вы, если вы говорите, что купил нас Христос, то у кого? Вы купили. Мы купили. У кого? У кого? У кого? Мы молчим на этот вопрос, не отвечаем, как партизаны. Почему? Я ответил. Игорь ответил, а накалчил. Конечно. Весь мир продан. Греху. А грех у кого? Владителю. Я нисколько не боюсь этого. Сатана. Дьявол. Это область дьявола была. Вы некогда были отчуждены от веры, Павел говорит, безбожники в мире. Где? В мире. А Господь пришел до сего, аж попилил мир. Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. А кто в мире? Тот, кто в вас, а кто в вас? Христос. Там не написано. Но мы должны знать. Того, кто в мире. А Господь как искупил от клятвы закона. Клятва закона означает проклятие рода, которое, образно выражаясь, как бы находился в плену. Мы были пленены грехом. И он нас извлекает, Господь искупил от клятвы греха, от власти сатаны. И теперь мы дети Божьи. Вот от кого. Вопрос такой был. Для Бога унизительно было бы выкупать у сатаны. Откуда эти вопросы? До сестра пришла. Ну ладно, откуда отрезаться? Это унизительно. Давайте так. Он, говорит, не почитал хищением быть равным Богу за уничижение. Унизил себя, принял в драк раба. Для него это унизительно? Ну конечно. Быть человеком, быть похожим на творение. Притом самое греховное. Господь не посчитал, и ты не считаешь. А познавши, что он не считает это, уничижением себя или хищением от Бога славы. Ты должен еще более прославить его за смирение. Я кроток смирен сердцем. И почему в церкви поем с ним? Лепоту обличайся, лепоту, лепоту. То есть красоту человеческого тела. Вот я строитель, я изучал. Ну что мое изучение? Это строительство с тем, что Маша изучает. Она изучает тело человеческое. Это самое сложное, что сотворено на земле. Лепота. И она будет знать меньше, чем я знал. Почему? Потому что я кирпич узнал, длина ширина, больше ничего не надо знать. Ей надо знать то, что еще ни один не познал. Почему сердце бьется? И она думает, что никто не ответит. Биотоки. Ну да. А кто их туда заложил? Биотоки. Это из чего ради они должны? Такой мясномы какие-то биотоки бить. И вдруг сердце, говорит, остановилось. Еще она остановилась. Не поступает электричество. Здоровый, крепкий человек. И вдруг не бежал в стометровку. Нормально. Сидел, разговаривал, пошатнулся с капитрой. Упал. Было напряжение? Не было напряжения. Почему? Ангел прозлил. Или ангел взял душу. Мы можем как угодно говорить. И поэтому не надо считать, что что-то мы сделали открытие. Для всего Игорь явился, показал себя ангелом. Они его не видели. Ангелы. Может быть, миллиарды лет они поклонялись. Может быть. Мы не знаем этот срок. Но они не видели. Только пели «Свят, свят, свят, Господь Савом». И вдруг они увидели его рожденный богомладенец. И как? Показал себя ангелом. Пропоедом народа. Вот это то, что Павел открывает эту тайну. Тайна, тайна, тайна. Спрашиваю, какая тайна? Не знаю. Тайного человечения. И то, что еврейский народ примирил с русским теперь единое все. У людей никакого понятия об этом нет. Евреи захватили Березовских. Правильно. Правильно. Но почему они это сделали? Ты поезжай за рубеж. Два поколения русские, как правило, исчезают. Редко кто остается. Ассимилируется. Вышла замуж за итальянца. Он католик. Перетащил себя. Русский женился и на итальянке. Он уже католик. Он ушел. Евреи 3600 лет не ассимилируются с другими нациями. У них другие законы. Евреи сделали то, чего ни один человек даже помыслить не мог. Вот сейчас попробуйте у русских людей сказать. Давайте истребим матерное слово. Да можешь всех сто раз скользить и ничего не получится. Если привыкши к ранным словам, вовек не отучатся. А они, евреи, ученые, решили. Язык надо заменить, сделать такой, как библейский. Допустим, похожий на арамейский. И весь язык искусственно заменили. И сейчас разговаривают на новом языке, и как будто того никогда не было. Кто это может сделать-то? Мы одно слово не можем заменить. Да у нас так принято, так в грамматике бывает, изменяется одна запятая, и там спорят в каких верхах. Это заменили язык. Ты чего ребенка учишь, как бабушка? Скажи, вот ребенку 4 года. Давай мы его отделим, отдельно от тебя недельку позанимаемся с ним, и выясним, что он знает. Поверь, он не знает миллионной доли того, что знает еврейский ребенок. Не по знанию. Еврейский ребенок каждый день слышит, ты призван руководить миром. Тебе качегаром не надо быть, резиску сеять не будешь. Тебе надо руководить всем человеческим обществом. Вон туда иди. Вон туда. Ты меня услышал? Вася, я тебе говорю, вон туда сядь. Вот что. Еврей предназначен совершенно для другого. И поэтому ему, зная эту нацию по Араму, Бог в миссию вложил. Вот это все делать. Но только они доброе перевернули на злое. Вместо Библии теперь они, там, Талмуд, Каббала, что угодно. Этот народ неистребимый. Окончательное решение еврейского вопроса было поставлено Сталином. Гитлером. Сталина, Гитлера нигде нет. Миллионы евреев погибли и набрали такую силу, которую никто никогда не имел. Вся пресса, армия, мира, все у них сегодня в руках находится. И они могут заказывать музыку любому государству. Следующее заливе сейчас Иран и Россия. И Россия ляжет к ногам в течение, ну, самой больше одной недели. Почему? У них это призвание от Бога. Только они перевернули другое. Там написано, говорит, и цари земные принесут славу твою Сиону. Зачем бы Исаия говорил? Какие цари земные? Все нации мира. Я с евреями сейчас переписываюсь в интернете. Они называются мессианские. Они Христа признали уже. Но внутри они остаются евреи. Ни одного слова, что против евреев не было. А нам разве никакой нет, как говорят, против русских? Они болезненно воспринимают. Тут у нас была еврейка. Я написал тут, в книге написано. Когда считаешь про еврейскую нацию, то кажется, что Бог ошибся, избрав такую нацию. Самая кровожадная. Как она вскипела тут тогда. А это места Писания все. Говорят, наполнили Иерусалим кровью от края до края. И дальше. Они никакие не иерусалимские князья. Они содомские и гаморские. К ним обращается пророк Исаия. Ты понимаешь, нет? Так это содомские и гаморские, мы русские. Я согласен. Еврейка не согласна. Вот она была здесь у нас. Почему? Это в нации, заложено в ней это. И она нигде не будет соединяться с другими и мыслить по-русски. И они придут к мировому владычеству. Но они должны прийти так, что остаток нации обратится ко Христу. И остаток примет Христа. Мы должны с этим согласиться. Лев никогда не будет траву есть. И он будет пожирать ягненка. Я могу льва обвечать, а он кровожадный. Ему это заложено, генетически заложено. Так и еврейскую нацию. Это единственная закваска мира. И они задают три мировые религии. Христианство, иудаизм, ислам. Это все исходит от них. Три мировые религии. Ты понимаешь, нет? Все государства мира, Америка, все долгах перед евреями. И они потерпели самый большой урон в эту войну. Ну, говорят, холокост это не действительно. Ну ладно, не 6 миллионов, 5 с половиной. Суть не меняет. Но учитывая, что народу всего 12 миллионов, это 50%. Ты маленько, ты учитывай. Да, у русских погибло 30 миллионов. Но учитывая, что их вместе с нацсменами было 280. Но 30 миллионов, это же не половина. Это особая, богоизбранная нация. И ты хочешь быть благословенным, ты только благословляй. Да обратятся они к Богу. У него написано, проходя мимо храма, плюнь. Да провалится это языческое место. Я, проходя мимо их, могу сказать только, благослови, Господи, эту синагогу, которая сатане служит и не знает тебя. Да обратятся они ко Христу и синагогу. Я не плевать, ничего не могу. Мне Бог засмолил рот. Евреи могут быть только благословляемы. Ты хочешь быть проклятым, чтобы дети были непослушны? Тебе не надо ничего делать, только проклиная евреев, и ты будешь проклят. Господь говорит, прокляну проклинающих тебя. Ты считал, это Бог сказал. Это неистребимо написано в Библии, которая у нас переведена на русском языке. Чего не понятно, я не могу никак понять их патриота. Вы что хотите? Так тут не написано, когда евреи будут плохие, надо проклинать. Ты зачем комментарии даешь, вопреки Писанию? Независимо ни от чего мы должны благословлять евреев. Так они и так, а мы так. Так с евреями надо бороться? Надо. А с мусульманами? Бороться смертным боем надо. А как? Любовью. Он нуждается, помоги. Жаждет напой. Другого оружия нам не дано, его нет. Все остальное из другого арсенала. А значит с тем ты и пойдешь отвечать. Что я не так говорю? Аминь. Поэтому благословляйте евреев, благословляйте мусульман, благословляйте русских. Желайте, чтобы они получили добрых пастырей, чтобы священники учили по Евангелию. Не просто служба, треба служба, треба деньги, 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 деньги. Они ничего больше не знают. Вопрос можно, ребятики? Вопрос. То, что благословение, это понятно. Что у вас ведущий-то здесь? Ведущий я. А руку мне поднимаешь. Ну, вы говорили, как вы ведущий. Вы старшина уже пришли. Поэтому автоматически вас к вам приходит. Автоматически. То есть вы правильно сказали, мы с этим согласны. Просто такое, вы говорите, льву занаряжено, есть ягненка. Но ведь еврей это не лев, это человек, который может обратиться ко Христу еще сейчас. То есть у нее свобода выбора есть сейчас. Значит, он может изменить свою вот эту... Я к тому говорю, что он может изменить, иначе бы не было призово придите ко мне, все труждающиеся, примененные. Господь бы зачем говорил, если я уже занаряжен, сказал, я к погибели предназначен. Я убийца, я по-другому не могу. Может быть другим прийти и принять Иго Христова. Но не приростит. Но не написано, что после этого евреев проклинать. Дальше мы сами уже наплевываем здесь. А Березовский, Гусинский, что они сделали, Абрамович. А мне это знать не надо. Я могу абсолютно точно сказать, что я более счастливый, чем Абрамович. Я ни разу в интернете нигде не читал, что люди говорят, вот счастливые. А про меня, которые познакомились с людьми... Ну вот здесь я прихожу, сидят представители краевого суда. Председатель отдела института, генерал-майор, генерал-лейтенант. И заходит еще прокурор края, генерал-лейтенант. И только сейчас был Баварин, мэр города бывший-то. И вы, говорит, о вас рассуждали. Я говорю, а что говорили? Да мы сказали, говорит, что более счастливого человека в жизни своей не встречали. Представь, первые лица края, так я это слышу в интернете. Люди. Почему? Я говорю, а по каким критериям определили? Вы делаете то, что вам нравится. Отсюда вывод ты делаешь с любовью, с желанием. У меня пища переваливается как надо. У меня все как надо идет. Вот мои братья, мы живем в одной комнате. У нас и холодно, и жарко. Сегодня я готовил. Вчера он готовил. После датуры это. Вася. Встаем вместе на молитву. У кого какая нужда, мы все вместе на молитве. В 4.40 мы уже на молитве. В день вот я посмотрю, у меня почти каждый день 10 раз на молитве. Это 3 святое и 100 поклонов. 3 святое и 100 поклонов. И все мы это знаем. У меня на душе спокойно. Врагов нет. А которые буйствуют враги, мы за них молимся. Ни один Березовский так спать не может. За ним охотятся. Киллеры. И вот этого отравили Литвиненко. Теперь он думает, как бы с ним так не случилось. А я выйду на улицу, никто меня не ищет. Иду ночью. Я никому не нужен. Вот посмотри. А я лежу от меня, люди в сторонку. Они боятся, как бы я их не оградовал. Еще к почтению к моим валенкам красным. Видишь, какие вот разноцветные. Вот посмотрите. И к этим моим штанам. Тихо, дышь. Мы просто ванжи через сапог бегали от них. Это ее муж как раз, когда нас преследовали. Вам интересно это? Да. Нас заблокировали в комнате. Но никто на 100% не знал, что мы в комнате. Ты была? Ну, неужели? Вот так. Теперь куда ходить? Одно ведро. Ведро полностью с мощой. Тебя не было? Нет. Нет, она не была. Тогда они поехали на завод по сестеренку. Она на аппаратурном работала. Привезли. Говорят, там что-то слышали. Она говорит, у нас две кошки бегают, прыгают. Они через дверь. На окно, на подоконник КГБшники залезут. Один майор залазит. Но сейчас генерал-майор. Генерал-майор. В охране Вельсона. И когда мы вышли оттуда, они не знали. Когда мы вышли. А машина стояла одна, вторая. Ну, прям вблизи заблокирована. Во сколько? Куда? Вот у меня такие на потолке маленькие щели там где. Ну, трещина. Они туда щупы толкать пытались. В земле копать подпол. Там подпол. Комната вместе с кухней одна. Куда вы видели людей? Когда? Дети говорят, мы не спали. Мы в машинах сидели. Я могу подтвердить, они не спали. Я видел, что они не спали. Но я выявил-то не два, не три, а там 18 человек. На 12 квадратах. Представь себе. Там была разработана операция. Когда вывести, в какое время, на сколько групп разбиваемся, кто куда бежит. А кто первый? Первый идет с полным ведром мочи. И первый, кого увидит, бьет его этим ведром. И пока он там, это, прихорашивается, мы в разные стороны. Мы здесь заходили там это ведро. Как товарищ Ленин говорил, говорит, по двое и в разные стороны. И мы, значит, мне досталось бежать через маслозавод. Представь, куда? Туда. И оттуда, по лестнице, и Саша, ее муж вот был как раз. И мы с ним вдвоем. А с нами Леша еще был. Леша. К Леше мы шли. И вот он прислушается. Я это плохо слышу уже. Идут сзади. А туман не видать еще. Идут сзади. Помните, когда Каба глядишь, а он идет там в подвал. Говорит, кто-то идет. Кто-то идет. Ну, мы тогда что, рядом. Калитка мы раз за нее. Он подскочил никуда за калитку. А я держу этот, который в калитке закрывается. Подергал, нету. И они побежали дальше. А мы тогда через огород, через это, через забор перепрыгнули. Там сарай, ну, боевик настоящий-то. Прыгнули. Я-то поменьше ростом бегу. А там огромная собака. Собака-то я не ждала такую беду. И вдруг с обратной стороны прыгает здоровый дядька-центер на эту. Саша, здоровый мне. На конуру-то. Собака выскочила, а собака огромная. А она, когда опомнился, а я уже проскочил туда, она за ним. А Саша-то, когда понял, что от собаки бежать, а проволока-то не по низу, а по верху-то. Он ее на грудь-то принял, эту проволоку-то. А сам еще не знает, что тебе. Он бежит, а проволока, еще она была обвисшая-то. И когда проволока полностью натянулась, она бросила ее обратной кабелю к этому. Отбросила туда-назад. Представь, потому что картина была, тут снимать некому было. Мы на ту сторону, когда только перескочили, и дальше машина с одной стороны на другое нас останавливает. Сажайтесь, бежим, молодцы, бежать. А я гляжу в гражданском. Я говорю, а вам какое дело-то? Вы же не милиция. Он говорит, а мы повыше милиции. И сразу меня домой на допрос, а дальше все пошло как надо. Это в моей жизни было. И когда я считаю бег по льду, как американского шпиона тут ловили, отчасти я этого коснулся. И вот когда сейчас везде говорят, как относятся милиции, как избивают в КГБ. Знаете, я не могу сказать, что этого нет. Но со мной этого не было. Спрашивают, а почему? Ну, у баптистов у них трапоретно. А потому что вы их сотрудник. Нет, я сотрудником у них не был. Нету. Я потом делал запрос, когда освободился. Какая у меня кличка была? Они говорят, у вас клички не было. Я говорю, кличка у вас всегда есть. Объект, над которым работаете. У вас не было. Просто Игнатия Лапкина. Я знаю клички там Бойтовича, которые наши были священником. Я знаю, кто человек был. Он мне сумел передать. Даже в Москве, которые были, которые сейчас в Америке живут, я и знал их клички. У меня клички не было. Ну, такое бывает у них. Я когда стал спрашивать, они говорят, да, это бывает. Просто не могут куда определить человека. Но они кличку дают, что-то в характере есть. Хороший знакомый мой, он ученый, просто его кличка была Клоун. Клоун. Значит, что-то находили такое, где-то кривлялся или где-то. Это Бог так взял. И это меня еще и спасало. Когда других избивали, а у меня стояла там особая пищать, знак, меня не трогать. Меня сразу отводили в сторону. Потом старшина мне сказал. Вот приезжал этот... Закройте везде все эти. А ну мешай, конечно, сильно. Откройте, закройте тоже. О, нет. Нет, не так, да? Желтые. Нет, пусть, пусть. Ну, одну, одну. Ну, там пускай это будет. Вы его закрыли? Нет, нет. Вот так, нижняя. Маша, вот так это будет достаточно. А желтую закрыть. Да зачем все это? Снимай, снимай, снимай. Для видео, для... Ну, мои хорошие голуби, они сидят здесь. Они слушают вас? Ну, они слушают внимательно. Я по глазам только поворачиваю. Если пути человеку угодны Господу, я считал такое у Соломона, то он и врагов его примеряет с ним. Ко мне везде относились благосклонно. Меня ударил только один раз урор в лагерь. И ударил скользко по руке. Он сказал, не крестись. При допросе сидели у политоделя. Я сидел, я крестился, буду крестить. Он так вот ударил. Идут, они по-казасски что-то закатали между собой капитана, а этот майор был. Он ему... А тут... О! Так вы же и славянский понимаете. Я тоже считал и начал это говорить. Я вижу, что... Вас же за это посадили. Нет, за это не посадили. Вот у вас посадили наркоман, он не наркоманит. Посадили убийцу, он не убивает. А вас посадили, вы продолжаете тоже делать что-то там о свободе. Смысл-то наказания. Я говорю, меня за веру не садили. Прямо за веру. А за то, что я распространял там, начитанное что было. А здесь я не распространяю, не начитываю. Так что я тоже тут не делаю то, что там делал. Если ты доверяешься Богу, Бог знает силы. Может, я слишком слабый был. Другие более сильные. Вот отец Глеб Якунин. Я и сидел там меньше, так сказать, год с чем-то. А другие-то сидели по 10, по 20, по 30 лет. Поэтому... Ну, я думаю, что отношения у меня с каждым буквально днем, месяцом только улучшались. И которые начальники все... Вот представьте, я прихожу, а у меня Библия, просфоры лежат в тумбочке. Прихожу, нет ничего. Я к начальнику, он уже навстречу идет. Владимир Васильевич Слобак. Как бы я желал его найти. И он говорит, я узнал, что сегодня у нас будет здесь обыск, комиссия придет. Я в вашу Библию из тумбочки взял, к себе в сейф положил. Представьте, ну где это видно, чтобы начальник верующему подвергал себя еще... Он опасности подвергает себя. И это вот именно такое. И когда я уже не мог доходить, он пришел, узнал, что ночная смена. И он пришел, и мне только шепнул, сейчас за мной беги, только не останавливайся. Ему надо было ворот меня с промзоны и скорее затащить туберкулезный диспансер. А там особые, огромные высоты, железная. Внутри лагеря еще лагерь. И туда у меня... И вот он подошел ко мне, сказал, я ничего не понял, у меня за руку схватило бежать. Надо было бежать, потом там через эту... Бригадир кричит, куда у него смена? Он говорит, только не разговаривай, не оглядывайся. Я потом рассчитаюсь с ними здесь. А сам здоровый, высокий такой. Я за ним едва поспеваю. Он меня протащил через это, потом переходить там, переходной такой через зону, которая отделяет промзону от жилы. И к себе туда, и бегом, 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 и в ворота железная захлопал. Все. Я утром встаю, у меня двойная порция молока, двойное масло. Каждый день двойная. А у меня за темнение легких началось уже. Бронхи. Они с врачом договорились. И все. Сегодня, говорит, опять будет 10 ман. На другую сторону обойди, с тобой в больничке сядь там, сиди пока. И он меня... Я вернулся, когда вернулся, я помирать. Почему он за меня так? Как я это могу сказать? Конечно. Большую роль сыграла Надежда Васильевна. Она приехала, успела там на зону познакомиться с врачом. А врач с ней близкий. Ну, тут все здесь. Тут Надежда Васильевна по высшему классу прошла. Кто не знает, я один случай вспоминаю. Она нашла автокран с огромной стрелой. Попросила его возле самой зоны. Положил стрелу. Представьте, там сколько тросов-то. Сама легла на макушке стрелы между этими канатами, которые мазутные там идут, длинные тросы. И попросила его, чтобы он поднял ее над зоной. И она подняла. Она боязливая, тут ничего не боялась. И ее увидели казахи, она им показала. И они прибежали ко мне, говорят, там женщина, вас зовет казахи-то. Они сразу поняли, что это означает. Я выскочил, никого нет. А там автоматчики прибежали и все дело это прекратили. Этот спектакль кончился. Это Бог только делает так. Но я думаю, что Господь знал мое желание послужить Ему. И поэтому вы любой вопрос разбираете, что мы говорили сегодня. Ты никогда не ищи своего. Я хочу все сначала начать, но по-божьему. Вот это я сделал неправильно. Я не боюсь начать сначала. Я не прав был. Не прав. Я вижу, и дорога идет не туда, как путешествие пилигрима. Она рядом, параллельно. А ночью она ушла совершенно в другую. Теперь вернуться надо назад. Надо вернуться назад. Начнем сначала. Мы начали все сначала. И вот получилось как есть. Читай. Какие-то вопросы были еще? У нас вопрос о строении, о душе человека сейчас, 7 глава. Что она означает? О грехе его и о законе, который в разуме и в грехе по плоти. Нужно сказать о законе, что закон не надо дробить. Как говорят, это большие заповеди, это маленькие. Написано, не прелюбодействуй. И не убей. Что ровнять-то? Жизнь отнял, а тут по согласию двое. Двоим польза. Еще и ребенок родится. Будет вооруженных сил служить. Академиком будет. Наоборот, у меня один на работе был. У него там не хватало женщин. Да он совсем. У меня сыновья сейчас трое от разных жен. Служат в армии. Меня еще награждать, говорит, орденом надо. Ну, в общем, по государственному-то, как называть демографическая проблема, так он ее решает. Представь себе. Это он делает. Господь допускает это. Но вот сын, который старше. Он за бутылку идет, наклонная стрела. И развернулся, и упал, разбился. А второй каждый день его бьет. И он говорит, что мне сделать, чтобы моего сына убили второго. Вот и сыновья. Он жить, тебя никакого нет. Я прихожу, он каждый день меня бьет. И поэтому благословение и неблагословение, оно покажет себя рано или поздно. Не было благословения на это. Совета не было. Ничего не будет. Все, что они делают, это все ничто. А как? Начать сначала. Вернемся на исходную позицию. Мы начинаем молиться, а дальше Бог положит. О законе. Бог дал закон. Но самый главный закон, люди в большинстве своем как бы не замечают. Это закон любви. Я вот сегодня говорил утром. Один сделал замечание, и он меня убеждает, прав. Я говорю, он прав, но не по любви. А они отвечают, и в общем-то они обороняются свою, защищают глаза, чтобы не лопнули. Они отвечают, но тоже не по любви, не по любви к нему. Я это докажу в течение пяти минут. Я бы никогда так не сделал замечание. И никогда бы не отреагировал, как они, сестры, отреагировали на брата. В общем, правы были те и другие. А по закону любви ни те, ни другие. И до этого закона я доходил годами, десятилетиями. Я определенно скажу, я никогда не сделал ей замечание там. А подошел бы, может быть, как-то в эраническом тоне над собой потрунить-то. Что-то я хотел, да не получилось. Что-то у меня делал. И она бы это поняла. А можно в лобовую атаку идти, и еще один враг у тебя есть. Еще один. А нужно, чтобы и врагов примирил с тобой Господь. Говорят иногда в субботнике. А вот суббота. Бог не отменял. Не отменял. А он заменил ее на воскресенье. И где Бог ее не заменял на воскресенье? Это не написано. В Библии не написано. Так а что, субботу праздновать? А вот тут вопрос. А воскресенье нигде не сказано, только в эдиктор царя Константина Великого. Так мы что, Константинов закон исполняем? Да. Это мы не евангельские законы, что сегодня мы сидим, а вчера работали. А почему? Так тогда субботники правы. По букве они правы. По духу мы. А почему? А Господь творит все новое. Когда я начинаю им объяснять, они как же это как в ступор впадают. Суббота нужна. У Нового Суббота другой смысл был. Покой полученный уже не от творения Божьего, что Бог прекратил творение, а творение духовное, что Он спас человека. Не крутите сумку. Неужели такая нужда над словом? Таскать. Там пойдет у нее. Ну я уже знал, что это будет. Там поет. Вот сейчас они опять куда попало полетят. О законе рассуждать может тот, кто его исполняет. О которой не рассуждает, он просто в краснобайске разглагольствует. Бог дал закон для пользы. И кто нарушает этот закон, тот будет страдать. Вот сегодня муссируется тема, почему запрещают до брачной связи юноши, девушки, мужчины, женщины. Наоборот, они познают друг друга лучше. 80% развода те, которые сходятся, когда друг друга знали они уже. А те, которые есть, процент ниже, намного ниже. А почему? А дальше дается объяснение. У меня материал на форуме стоит. А почему нарушение закона Божия? Богу это не угодно. И так в каждом вопросе, где бы мы что ни решали. Я вчера поставил ролик один, как мальчишка дома играет на компьютерных играх, и мать видит, что уже зашло далеко, и в него бесы входят. И что он там делает, это прямо, я так думаю, матери этой заплатили, чтобы она прилично вела себя, и заснять, иначе она зачем бы разрешила это. Как он себя ведет, как разевает рот, как он кидается книжки, ломает все, если ему не дают закончить эту игру. Абсолютно буйное помешательство. И как беседует, отец его схватил, пытается задержать, он ничего не понимает, я там не доиграл. Он абсолютно помешанный. Продолжение следует...